Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии недели. Разбираем основные события минувшей торговой сессии, смотрим на отчеты, которые впереди, и, собственно, корректируем, если есть в этом необходимость, а если нет, соответственно, не корректируем наши долгосрочные прогнозы по основным валютным парам и не только. Текущая торговая сессия обещает быть довольно интересной, и в целом я бы даже позволил предположить, что все ключевые отчеты, которые действительно можно было бы проанализировать в ходе предстоящих уже оставшихся четырех торговых дней, сконцентрированы сегодня. Ну, разве что исключение пятницы, когда нас ожидают данные по инфляции и роничным продажам Канады. Ну, собственно, до пятницы еще довольно много времени. Сегодня мы будем работать с европейской валютой, потому что в 12.00 по московскому времени будут опубликованы темпы экономического роста. Поговорим, собственно, относительно ожиданий того, что мы, скорее всего, увидим параллельно европейской статистике и индекс оценки текущих экономических ожиданий. Бизнес-оптимизма ЗЮ, Института Германии. Нас интересует в большей степени даже настроение бизнесменов касательно Германии, поскольку этот отчет отражает настроение ключевого, скажем, промышленного региона, еврозоны. Ну и параллельно в 12.00 по московскому времени выйдет еще и оценка бизнес-оптимизма ЗЮ, а в целом по еврозоне. Далее, друзья, мы переключимся на статистику по штатам в 15.30 по московскому времени. Роничные продажи. Очень важный отчет, потому что именно роничные продажи позволяют нам понять, с каким будущим показателем инфляции мы будем иметь дело. А зная, что произойдет с инфляцией, разумеется, мы можем прикинуть, что будет с процентными ставками. Настолько представители ФРС будут решительны, что ли, в области активных действий, многократных действий до конца 2018 года, относительно повышения ключевых ставок фондирования. Замыкать торговую сессию будет отчет от Американского института нефти. В 23.30 по московскому времени выйдет этот релиз. Анализируем запасы. Хотя, я думаю, что если уж какая статистика и сможет повлиять на то, что сейчас на рынке происходит, так это все же уже официальные данные от администрации на политической информации. Но это отчет, который будет опубликован, собственно, завтра. Давайте теперь подробнее поговорим о том, что происходит. Начнем с рынка нефти. Котировки, которые мы наблюдаем сейчас по бренду 78.22. Я бы не сказал, что картина существенно изменилась за последние дни. Нефть как оставалась на максимум многолетних, так и продолжает там держаться. Трейдеры отыгрывают и решение Трампа относительно выхода из ядерной сделки. Поддержку также нефтянки оказывает продолжающееся падение объемов нефтедобычи в Виннесуэле, собственно, из-за экономического кризиса, который развязался там. И сейчас, чтобы не отходить далеко от этой темы, мы можем констатировать уже конкретные цифры, факты, что объемы добычи находятся на минимальных уровнях с начала 2018 года. Я бы даже сказал побольше, все-таки, наверное, середины 2017 года. То есть это влияет определенным образом на те настроения, которые на рынке сейчас присутствуют. Помимо того новостного фона, который является своего рода уже избитым, мягко говоря, потому что мы говорим об этом уже на протяжении трех недель подряд, и трейдеры активность равно продолжают отыгрывать этот новостной фон в качестве поддержки для нефтянки. Из-за нового, что стоит отметить, это конфликты и фактические столкновения на Ближнем Востоке, в частности в Палестине, из-за протестов против открытия посольства в Иерусалиме. К сожалению, погибло несколько десятков человек, что в целом обратило внимание трейдеров снова на факторы роста геополитической напряженности ближневосточного региона и посеяло, опять же, или лучше, скажем, заложило определенные опасения, связанные с тем, что если ситуация будет усугубляться дальше, в конечном счете, это может привести в перспективе и тоже к определенным проблемам с поставками со стороны ряда регионов. Но давайте так настолько вперед забегать не будем, все же поработаем с тем, что есть на самом деле сейчас. Сделка по поводу атома и факта выхода США из этого соглашения, напоминаю, друзья, Соединенные Штаты Америки не импортируют иранскую нефть, поэтому без поддержки прочих участников этого соглашения в целом рынку нефти ничего не угрожает. И если каким-то немыслимым образом все-таки этот шаг со стороны США, расторжения в одностороннем порядке сделки и станет причиной дефицита предложения, эта, скажем, нехватка сырья будет тут же компенсироваться, замещаться за счет ростов объема добычи в странах ОПЕК, которые уже, собственно, выразили намерение при необходимости активно стабилизировать ситуацию на рынке, не допустить шок-предложения путем новых поставок за счет увеличения собственного производства нефти. Поэтому, ну, согласитесь, уже проведя такой глубокий анализ, копнув глубже, может быть, чем, возможно, многие копают, мы априори должны прийти к выводу о том, что вот новость о том, что США больше не участвует в ядерном соглашении с Тегераном, но эта новость вряд ли может оказывать еще какое-то разгоняющее воздействие на котировки нефти. Если цены растут, то, видимо, по каким-то другим причинам, которые, на мой взгляд, сейчас не так уж и очевидны. Есть ли причины для продаж, для поддержки коротких позиций, есть ли причины для того, чтобы инициатива перешла к продавцам? Да, безусловно, есть. У нас и отсутствие поддержки, кстати, решения США, которые вышли из-за этого соглашения со стороны других участников всеобъемлющего пакта. Это укрепление курса американской валюты, это и рост количества нефтяных терминалов от Baker Hughes за прошлую неделю по итогам пятничного отчета. Количество терминалов выросло на 10 единиц до 844, это максимум с ноября 2015 года. Вчерашний прогноз администрации аналитической информации, которые уже делают ставку на гридующий июньский месяц и снова прогнозируют прирост примерно на 150 тысяч баррелей в сутки. С такими темпами нефтедобычи, друзья, мы волей-неволей должны возвращаться к прежним планам, достигнуть в 2019 году американскими производителями планки в 12 миллионов баррелей в сутки. И не буду снова говорить, к чему это приведет, потому что уже неоднократно уделял этому внимание, делал на риск для глобального рынка. В связи с этим, если эти цифры будут реализованы, подтвердятся в качестве фактов. Нефтянка серьезная перепоплена, друзья. И я надеюсь, что медведи должны проявить себя, потому что если они себя не проявят, то трудно себе представить, доходы вообще, а цены могут вырасти. И очень странно, что представители ОПЕК ближневосточного картеля, участники аналитического пакта, когда уже было подтверждено в качестве факта, что они достигли цель, которую преследовали изначально, они смогли снизить мировые избыточные резервы до среднего значения за последние 5 лет. Сейчас это условие выполнено, но какой смысл тогда дальше быть приверженцами этого пакта, какой смысл соблюдать эти обязательства по снижению нефтедобычи, когда котировки и так находятся на высоких значениях. И я очень большую ставку делаю на решения представителей ОПЕК, которые должны все-таки осознать те риски, которые есть прежде всего для них, если они сейчас не выйдут из этого соглашения. Потому что если это решение будет принято, скажем, в конце 2019 года, будет уже поздно, потому что Штаты заполонят вообще весь рынок и никому уже не будут отдавать доли, которые уже станут принадлежать, собственно, им. Думаю, по нефтянке самая лучшая стратегия сейчас это пытаться найти уровни максимально, скажем, идеальные, если можно так сказать, для продажа. Поэтому если будут технические значения, вот дальше хорошие, подкрепленные техникой, сейчас, правда, очень трудно найти поддержку в технических анализах, точнее в технических индикаторах, потому что цены уже находятся на многолетних максимумах и цены продолжают игнорировать факты перекупленности. Но если сигналы будут, друзья, я, собственно, о них вам расскажу. Российская валюта 62 рубля за доллар, то есть здесь тоже сценарий прогноза прежний, он не меняется, мы ждем еще больше ослабления российского валютного актива и ждем, что курс будет постепенно смещаться в районе 65. Доллар японская иена продолжает обычая ралли. Мы в одном шаге, в прямом смысле. Нас отделяет несколько пунктов от сопротивления 110 иен за доллар. Я не сомневаюсь в том, что до конца текущего торгового дня этот уровень будет протестирован, в идеале бы даже оказаться повыше. Трейдеры активно отыгрывают и жесткие комментарии представителей ФРС и сильную статистику. Что касается риторики представителей американского регулятора, у нас вчера было выступление Лоретты Мейстера и Джеймса Булларда, которые подтвердили наше ожидание того, что ФРС склоняется в пользу июньского повышения процентной ставки и использовали они ту же самую аргументацию, что и мы. В противном случае, если решения по ставке не будет, это может создать риск перегрева для экономики. До этого мы с вами говорили, что даже без этого риска достаточно оснований для роста процентных ставок, потому что ситуация на рынке труда, уровень безработицы, зафиксированный прогресс, высокие цены на нефть стимулируют рост инфляции. А инфляция – это основной ориентир для представителей американского регулятора, для ФРС в целом, касательно решений по процентной ставке. Поэтому давайте прислушаемся к позиции Лоретты Мейстера и Джеймса Булларда и поверим еще больше в том, что 13 июня на заседание американского регулятора, до которого все меньше и меньше времени, уже меньше месяца, мы все же дождемся вот этого решения, которое будет предполагать разгон ставок федерального фондирования, то есть рост ключевой процентной ставки. Напоминаю, что сегодня в 15.30 по московскому времени выйдут данные по уроничным продажам. Вы можете посмотреть на ожидания. Я уверен, что статистика не разочарует, потому что мы готовились к этому релизу давно, у нас было много предварительных вводных, которые подготовили нас уже к хорошей рознице. Уроничные продажи – это индикатор, который может пролить свет на будущее значение инфляции. И, соответственно, если сегодня ожидания экспертов подтвердятся, если статистика будет лучше, чем месяца назад, то у доллара появится еще один козырь, чтобы вырасти, соответственно, и козырь, который позволит продолжить отыгрывать ситуацию с доходностями американских облигаций. Собственно, я делал очень большую ставку на роничные продажи, потому что считал, что именно хорошая статистика по сектору потребителей сможет разогнать американские облигации выше 3%. Но если вы посмотрите на десятилетки сейчас, вы сможете убедиться в том, что уже мы говорим о показателях 3%. Соответственно, доллар сегодня как раз очень лихо отыгрывает восстановление доходности трежерис, и ничто пока не предвещает беды. Давайте не будем выдумывать каких-то рисков, лишь продолжим действовать в рамках длинных сделок и ждать по доллару японской иене уже закрепление выше планки 110. Хочется уже двинуть выше, но для того, чтобы мы пошли выше, нам нужно оставить позади вот эту поддержку. Евро против доллара. На текущий момент котировки как раз уровня себе выписал 1.19.30. Как раз восстановление доллара в ходе вчерашней торговой сессии и сегодня на азиатских торгах привело к слабости рисковых инструментов. Поэтому евро котируется сейчас ниже, чем день назад. Против евро можно еще использовать последний комментарий главного экономиста ИЦБ вчерашнего Питера Прата, который подтвердил, что инфляция остается крайне подавленной, поэтому Европейский Центральный Банк не будет корректировать процентные ставки. Кто-то может мне сейчас возразить, отметив, что буквально вчера господин Велерой, который является одним из членов управляющего Совета Европейского Центрального Банка, говорил о совершенно ином, о том, что Европейский Центральный Банк на пороге выхода из программы количественного смягчения. Я нашел, собственно, протокол его высказываний и хочу с абсолютной уверенностью сказать вам, друзья, никаких аргументов в пользу того, почему Европейский Центральный Банк должен выйти из программы количественного смягчения, он не предложил. Лишь эфемерные предположения о том, что инфляция, да, сейчас остается подавленной, но она непременно вырастет. Все, и на основании того, что почему-то инфляция должна, собственно, вырасти и приблизиться к целевому значению в 2%, у Европейского Центрального Банка будут условия для того, чтобы сначала сократить до нуля программу количественного смягчения, а потом начать повышать процентные ставки. Забудьте вообще о таком раскладе, о таком сценарии до 2019 года, к этой тематике, к потенциальному ужесточению политики ЦБ мы с вами не вернемся. Сейчас у нас есть прекрасная возможность отыгрывать слабость евро на контрасте, как я говорил, того, что происходит в ФРС и в Европейском Центральном Банке, на контрасте доходности соответствующих облигаций. Это нужно использовать. Евро мы с вами продаем цели 1,16, 1,17. Возможно, для кого-то устроила бы коррекция до уровня 1,18, но хочется поймать поглубже эту валютную пару. Сегодня в 12.00 по московскому времени ждем данные по темпам экономического роста, то есть ВВП еврозоны и статистику по бизнес-оптимизму ЗЮ. Уверен, что и в первом, и во втором случае данные больше разочаруют, снова указав нам на то, что экономика еврозоны явно буксует. Я хочу, друзья, предложить вам даже сделку, вот я выписал тоже конкретные целевые ориентиры, целый лимит, к примеру, с отметки 1,19,50. Будем ловить пару в случае небольшого восстановления, потом последующая коррекция на тех значениях, которые я обозначил. По австралийцу вы помните, вчера я говорил, что азиатская сессия вторника будет интересна протоколами, и на брифинге мы как раз о них поговорим. Заранее настроив вас на то, что австралийцы отреагируют слабостью на эти протоколы. Так оно и произошло. После комментариев заместителя управляющего Резервного банка Австралии Дзебеля стало ясно то, что Резервный банк Австралии по-прежнему видит для себя в качестве единственной возможности не вмешиваться в то, что сейчас происходит, или, по крайней мере, не поспособствовать ухудшению макроэкономической картины, сохраняя ту политику, которая проводится. Это политика низких процентных ставок, мягкая экономическая политика. И, соответственно, риски, которые были обозначены, прежде всего, с закредитованностью домохозяйства, это очень большой риск, потому что, не зная до конца и не видя причины, из-за того, что это случилось, Резервный банк Австралии не может четко спрогнозировать, что произойдет с потребительским сектором, если ставки снова будут повышены. И пока ответ на этот вопрос не будет найден, политика будет оставаться мягкой. И хорошо, мы, австралицы, с вами продаем. Текущее значение 0.7525, ждем пару на отметке 0.73. То же самое, характерно и для новозеландского доллара. Политика абсолютно такая же, как и в рамках Резервного банка Австралии, то есть политика Резервного банка Новой Зеландии. Я об этом тоже уже говорил. Отмечу, что сегодня на азиатской сессии вышли данные по Китаю. Классическое трио отчетов. Это инвестиции в народное хозяйство, промышленный сектор, роничные продажи. Единственное, что более-менее неплохим по состоянию сектором, это статистика по промышленному производству. Роничные продажи просели с 11 до 9,4%. Инвестиции тоже упали с 7,5% до 7%. Это оказало еще большее давление на австралийцы и на новозеландцы. Собственно, новозеландский доллар сейчас у нас на отметке 0.6908. И тоже ждем пару ниже текущих значений, примерно на 1,5-2 фигуры. То есть, идеальная цель, на мой взгляд, это отметка 0.67. Фунт против доллара – это еще один инструмент, за которым мы сегодня следим. Потому что это, наверное, даже по хронологии первый отчет, на который мы обратим внимание. И первый отчет, который может привести к серьезным движениям. По британцу, безусловно. В 11.30 по московскому времени выйдут данные по рынку труда. Нас интересует отчет заработных плат, включая премии. Если наш сценарий, который мы разбирали вчера, и прогноз, который остается актуальным сегодня, будет подтвержден, то есть, если зарплата снизится, я уверен, что даже несмотря на слабости отчета, курс британской валюты может показать серьезный рост. Потому что снижение, собственно, темпа прироста заработных плат вернет на рынок опасения того, что инфляция снова окажется выше темпов роста зарплат, доходов в домохозяйстве. И это создаст еще большую угрозу для экономического роста. А как вы наверняка могли заметить по прошлым релизам, сейчас темпы расширения и показатели ВП Англии оставляют желать лучшего. Очень плохо, что Банк Англии заранее не допустил возможность плохой статистики. Очень плохо, что Банк Англии заранее не создал условия для роста британской валюты. Возможно, сегодня за Банк Англии эту задачу выполнят трейдеры и инвесторы, которые, может быть, копают глубже и имеют более активную позицию в плане тех решений, которые будут приниматься. Ну и знают, как бороться с проблемой, которая сейчас характерна для британского регулятора. Самый лучший сейчас способ исправить ситуацию – это снизить индекс потребительских цен. Для того, чтобы инфляцию удалось ослабить, нужно, чтобы курс британца был выше. Для того, чтобы британская валюта стоила больше, нужно, чтобы на рынок вернулись обсуждения того и вернулась уверенность того, что уже этим летом Банк Англии поднимет процветные ставки. Вот как раз через подобные выводы мы сегодня и будем разбирать статистику по темпам роста заработной платы. Я надеюсь, что завтра у нас будет с вами возможность заговорить об оправданном росте, к которому мы были готовы по британской валюте. Ну, друзья, на этом, собственно, все. Отчеты основные мы с вами перечислили. Остается только пожелать вам прибыльной, удачной торговой сессии. Увидимся мы с вами, как и всегда, завтра в 9.30 по московскому времени. И, безусловно, как и всегда, будем анализировать итоги торговой сессии вторника и готовиться к тем отчетам, которые нас еще должны порадовать до конца этой недели. Всего доброго. До свидания.